Эпоха Карла Сагона подошла к концу. Эпоха Карла Сагона подошла к концу в ближайшие дни. Ренео должен выбрать нового главу коммерсанта 20 января 2019 года. 2035 министр финансов Франции Брюно Леммер заявил в воскресенье, что правительство страны как крупнейший акционер. Ренео уже инициировало собрание правления компании, которое состоится в ближайшие дни. На нем концерн должен определиться с кандидатурой нового генерального директора, который придет на смену Карла Сагону, возглавлявшему компанию с мая 2005 года. Правительство Франции, как крупнейший акционер Ренео, не может ждать, когда глава компании Карла Сагона освободится из-под ареста в Японии. А потому оно уже инициировало собрание правления с целью выбора нового генерального директора как французского концерна, так и всего альянса. «Принцип презумпции невиновности должен соблюдаться», отметил в воскресенье министр финансов Франции Брюно Леммер, давший большое интервью газете «Journal du Dimanche». Но есть также интересы «Рено» и альянсы. Предприятие такого масштаба нуждается в надежном и стабильном правлении. Собрание правления, по словам министра, должно состояться в ближайшие дни. А значит, эпоха правления Карлоса Гона в «Рено», начавшаяся еще в 2005 году, подошла к концу. Карлос Гон был арестован в Токии 19 ноября прошлого года по обвинению в финансовых махинациях при работе в «Ниссан». Через некоторое время он был лишен постов председателя правления в «Ниссан» и «Митсубиши». «Рено», в отличие от своих партнеров по альянсу, не стала увольнять господина Гона, так как внутренняя проверка не выявила каких-либо нарушений в работе с его стороны. Поэтому в декабре было принято решение о передаче всего оперативного управления компании Атери Балори. Это должно было стать временной мерой, рассчитанной на то, что миллиардер и глава концерна будет быстро освобожден. Однако 15 января стало понятно, что господин Гон не выйдет из тюрьмы до суда, который может состояться через несколько месяцев. Недвижимость и офшоры Карла Сагона посчитали по континентам слухи о том, что «Рено» ищет замену господину Гону, появились еще в декабре. Первым об этом сообщило агентство «Ройтерс». Оно сообщало, что на том же собрании, по итогам которого управление было временно передано господину Балори, несколько директоров призывали к увольнению Карла Сагона. По словам источников агентства, одним из возможных сменщиков Карла Сагона назывался Джиди Леруа, ныне занимающий должность исполнительного вице-президента «Тойота», чуть позднее «Ла Фигуру», ссылаясь на собственные источники, сообщило, что преемником Карла Сагона может стать 65-летний глава «Мишелин» Жан-Доминик Синар. И этот вариант видится более вероятным, так как господин Синар в скором времени должен покинуть свою должность в производителе шин. В сегодняшнем интервью Брюно Лемер отказался называть претендентов на место Карла Сагона. Отметив лишь, что Жан-Доминик Синар обладает признанной репутацией в автомобильной индустрии. В «Мишелин» он продемонстрировал свою способность преуспеть в качестве главы крупной промышленной группы. При этом господин Лемер опроверг слухи о желании правительства Франции объединить «Рено» и «Ниссан» в единую структуру. Ни передел в акционерном владении, ни изменение принципа перекрестного участия между «Рено» и «Ниссан» сейчас не рассматриваются. «Мы придерживаемся той модели управления Альянсом, которая сделала его сильным», — подчеркнул министр Кирилл Сарханянц. «Рено» и «Ниссан» — подчеркнул министр Кирилл Сарханянц.